Хорошо, Константин, мы закончили вашу проверку. Как вы себя чувствуете сейчас? Сейчас хорошо чувствую, и энергию очень чувствую здесь. Место специальное. Хорошо, сейчас мы приглашаем в нашу комнату диагностики вашего куратора, Рони. Я делаю запрос в энергоинформационном поле и прошу куратора, Константина, прийти в нашу комнату диагностики. Да, он здесь. Снимаются маски и голограммы. Фантом предстоит перед тобой в первозданном виде, согласно своему эфирному коду ДНК. Мы приветствуем вас, уважаемый куратор Рони. Очень рад видеть вас снова в нашей комнате диагностики. Я приветствую вас в этом месте. Уважаемый куратор Рони, у нас Константин решил задать 10 вопросов своему высшему я. Будете ли вы так любезны сопроводить нас в этой поездке? Да, я поднимусь с вами к высшему я. Благодарю вас. Хорошо, Верочка, бери Константина в свои крылья и вместе со мной и куратором Рони. Стоп. На какой уровень мы поднимаемся, уважаемый куратор? 11-й. 11-й. И вместе с куратором Рони, Константином, тобой и мной поднимаемся на уровень высшего я Константина. 11-й уровень. Пошел подъем. А мы на месте. Снимаются маски и голограммы. Все вокруг предстает согласно своему эфирному коду ДНК. Осталось там же видео. Хорошо. И я прошу высшее я Константина выйти к нам. Мы хотим задать ему несколько вопросов. Его частичка хочет задать ему вопросы. Это мужчина. Мы приветствуем вас, уважаемое высшее я. Снимаются маски и голограммы. Фандом предстает перед тобой впервые в данном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Уважаемое высшее я Константина, меня зовут Влад, это Вера. Рядом с нами находится куратор Рони и ваша частичка Константин. Представьтесь, пожалуйста, как нам к вам обращаться. Приветствую вас на моем уровне. Неожиданно и в то же время ожиданно. Зовите меня Калькута-сан. Калькута-сан. Мое имя намного длиннее, но пока хватит этих вибраций. Калькута-сан. Я правильно произношу? Да. Приветствую вас, уважаемое высшее я, Калькута-сан. Десять вопросов написала ваша частичка вам с просьбой ответить на них. Будете ли вы так любезны ответить на эти вопросы? Как я уже сказала, ситуация необычная, но в то же время очень простая. Сам себе задаешь вопросы. Обычное дело. Продолжайте. Так и есть. Благодарю вас. Первый вопрос, в принципе, уже понятный. Какой мой уровень высшего я? Мы сейчас на одиннадцатом уровне, соответственно, это одиннадцатый уровень. Я хочу поблагодарить сам себя за то, что на Земле душа продолжает развитие. В самом начале воплощения это был десятый уровень. Благодарю. Благодарю вас. Значит, рост идет. Перехожу ко второму вопросу. В каких цивилизациях я воплощался? Мне очень интересно и немного непонятно отвечая на этот вопрос. Ведь ты знаешь сам все о себе. Цивилизаций было много. Начиная с цивилизаций Майя, Атланты, Гиберборея. Вообще многие души стараются воплотиться в разных цивилизациях. Так как время летит по-разному, мы можем выбирать воплощение и проходить определенные уроки в разных цивилизациях и мирах. Благодарю вас за этот ответ. Третий вопрос. Кем я был в последнем моем воплощении, когда я был маленький? Мне показывали картинки большого камня, и этот камень был во мне. Немного непонятен вопрос. Ты был сам собой в любом воплощении. Пожалуйста, объясните, чтобы я мог ответить правильно. Благодарю вас. Я за этот вопрос немножко поясню. Первый вопрос, насколько я понимаю. Кем я был в последнем воплощении? Он имеет в виду в последнем воплощении на Земле. Его воплощение перед этим воплощением, которое было на Земле. Теперь намного понятнее. Благодарю вас за это разъяснение. Я лишь хочу объяснить, как происходит поступление информации Высшему Я или Цельной Душе. После воплощения, когда частица поднимается, я становлюсь целым. Вся информация переходит полностью по всем моим энергиям. И опыт пополняется. На сегодняшний же день я не знаю, что происходит в этой жизни. Я не контролирую свою частицу. Чтобы вы понимали, для этого есть Куратор. Да, мы можем общаться. Но у меня здесь свои цели и задачи. И моя часть вместе со мной когда-то поставила свои цели и задачи. Секунду, я отвечу на Ваш вопрос по прошлому воплощению на Земле. Это 1846 год. Это дата рождения. Кем Вы были в том воплощении? Может быть, основные какие-то моменты этой жизни рассказать, если Его интересует? Да, конечно. Мяч. Это мяч. Какая-то игра с мячом. Ты был поглощен этой игрой. Почему-то это было очень важно и для других. Ногами играли в футбол? Это азарт. Азарт, который имеет определенную энергию. Ты словно летал с этим мячом и получал овации и признания. Очень странная игра. Ногами или руками, если позволите? Ноги. Ноги – это футбол у нас называется. Эта игра как раз и зарождалась в те годы, когда только ногами играется и надо забить мяч в ворота противника. Да, именно так это и выглядит. Хорошо. Он был спортсменом, как я полагаю. Он занимался этим видом спорта и играл этим мячом. И вдохновлял других людей. Грудь очень много раз была ударена этим мячом. Поэтому ощущение ко мне передалось в следующее воплощение. Вот это да. Я никогда не был готов к такому ответу. Мячи были тяжелые. Согласен, да, так и есть. Видимо, он стоял на воротах, и этот мяч ему били. Менялись. Да. Менялись. Все были на воротах и все были. Получали вот такие удары. Я не особо вижу ворота. Это игра между собой. Перекидывание мяча ногами. Иногда этот мяч прилетал в голову, в грудь и другие места. Он оставлял синяки. Значит, у него осталось на уровне генетической памяти воспоминания об этой тяжести, от этих ударов. Я правильно вас понял? Это не только боль. Это также осталось какой-то очень значимой памятью. Потому что энергии азарта, они несут определенную радость и эмоции. Это сохранилось вместе с болью. Я благодарю вас, Калькута-сан. Может быть, еще по этой жизни что-то можно добавить, если есть что? Был он женат, были у нее дети. Как прошла жизнь? Какой опыт получил? Получил опыт. Девушка была. Было понимание. Девушка была красивая. Рано. Он рано ушел. В каком возрасте? 46 лет. Болезнь. А в какой стране он жил, если позволите узнать? В 1846 году он родился. В Бразилии. Бразилия. Вот, Бразилия. Ну, они там, да. У них есть такая игра, которую вы только что описывали. Действительно. Там без ворот, и они тяжелый мяч перекидывают. Я, если не ошибаюсь, она до сих пор, эта игра, существует. Уважаемый Калькута-сан, я благодарю вас за этот ответ. Если вы хотели от себя еще что-то добавить, или можем переходить? Да, я добавлю. Дети были. Были дети. Отлично. 46 лет прожил и умер от болезни. Идем дальше. Итак, почему я в этом воплощении? Это четвертый вопрос. Почему я в этом воплощении всему учусь, особенно начал развиваться после 40 лет? Мне непонятен вопрос. Душа для того и приходит учиться, расти, познавать, радоваться, соединяться с энергией планеты. Объясните вопрос. Дело в том, что я полностью разделяю ваше непонимание этого вопроса, потому что мы действительно приходим на эту землю не в отпуск, а для того, чтобы работать. И почему я учусь? Потому что это цель этой жизни. Я не совсем сам понимаю. Он, наверное, имел в виду, почему он учится, и особенно после 40 лет началось его развитие. Может быть, так понять этот вопрос? Почему не раньше? Материальная жизнь, социальные условия, люди вокруг. Всё это действует. Но душа страдает, не развиваясь, напоминает о себе. Видимо, это и был какой-то толчок к 40 годам осознания и понимания, что не только материально окружает тебя, но и внутреннее состояние несёт определённую ответственность в этой жизни и даёт определённые плоды, а также энергии и вибрации меняют внутреннее состояние, а соответственно окружение. Вполне понятный ответ. Благодарю вас, уважаемый Калькута-сан. Здесь всё понятно. Душа просто требует своего развития. И у него произошло это именно в этот период времени, 40 лет, как он пишет. Вы хотели добавить что-то, или я могу переходить к пятому вопросу? Я лишь добавлю, что душа всегда знает и стремится к развитию. Переходите дальше. Пятый вопрос. Как правильно научиться слышать свою душу при любых ситуациях? Это легче, чем ты думаешь. Ты можешь оценивать плохие и хорошие поступки. Ты можешь понимать, где ты поступил неправильно. Именно делая выбор, ты слушаешь свою душу. Слушаешь себя. Если есть какие-то помехи, беспокойство, паника, страх, их нужно вывести и отключить. Всё это проделки ума и физического тела. Душа – это то, что даёт спокойствие и тишину. С душой нужно работать и открывать новые горизонты. Информации достаточно на земле, много книг и другой информации, которая была дана. Изучая эту информацию, ты будешь чувствовать отклики души. Я думаю, когда задан такой вопрос, информация сама будет приходить. Та, что интересна душе. Мой ответ, что информация вокруг тебя. Чем больше ты будешь поглощать такой информацией, анализировать её, тем больше будет у тебя опыта души на земле, и тем больше вспоминаний придёт к тебе того, что ты знаешь уже, но по каким-то причинам не раскрыл и начинаешь раскрывать сейчас. Именно так душа обогащается. Благодарю. Благодарю вас за этот ответ. Здесь всё понятно. Перехожу к шестому вопросу. Почему я не могу найти общий язык с людьми? Я что-то сделал плохое в прошлых воплощениях? Судя по твоим вопросам, ты не можешь найти общий язык внутри себя и сам с собой. Ты не сгармонизирован. Душа, тело и ум живут отдельно друг от друга. Пока ты найдёшь правильную гармонию внутри себя, резкие вибрации и энергии будут идти от тебя, а также от твоего физического тела, выражая это в словах и нервных поступках. Первое, что тебе нужно, как я уже сказал, получать больше информации, которая дана в книгах, искать свой феномен и понимать, как может гармонировать тело, душа и ум. Это всё связано между собой. Их связь ведёт к спокойствию и уравновешиванию, а значит, к принятию правильных поступков. Но это работа души. Найти этот путь. Я ответил на этот вопрос. Вы ответили на этот вопрос, уважаемый Калькута-сан. И мне кажется, вы ответили даже на следующий вопрос, на седьмой, который я сейчас задам. Мне 44 года и у меня нет семьи. Я до сих пор один, со мной трудно женщинам находиться. Какие моменты мне исправить, чтобы я встретил свою женщину для семьи? Стать интересным для самого себя, перестать поиск, заняться своим развитием и самообразованием, подумать, что тебе интересно. Здесь было задано много вопросов о душе. Но искал ли ты эти ответы на земле? Ведь все ответы даны. Много литературы, особенно в эти дни на земле. В нашем с тобой воплощении. Можно найти разную информацию, как в бумажном, так и в электронном виде. Нужно сделать запрос. И как я уже сказал, этот запрос озвучен, соответственно сделан. Знаки, они вокруг тебя. Эта информация поступает и приходит. Заинтересуйся своим развитием. Стань интересным. Забудь о поиске. Потому что настоящее приходит тогда, когда ты его не ждешь. Какой красивый ответ. Благодарю вас, уважаемый Калькута Сан. Здесь, я не знаю, вопросов больше никаких не возникает. С вашего разрешения я перехожу к восьмому вопросу. Я пришел именно в эту семью, а не в другую. Какие мне задачи поставлены и для чего? Это прекрасный вопрос, но ответ будет очень прост. Душа развивается и перестает быть ребенком. Взрослая душа видит, любит, помогает своим родителям. Такая душа становится их опорой. На сегодняшний день дети пытаются конкурировать и спорить с родителями. Но душа, которая принимает правильный опыт, живет в мире и согласии. Понимая и давая другим душам быть слабее, не вступая в конфликты. Ответ мой будет прост. Все друг другу, ученики и учителя. Семья дает развитие твоей душе. Именно этим ты занимаешься с рождения, получая опыт. Ведь без опыта ты бы не стал тем, кем ты стал. Дай душе разнообразие. Как я уже сказал, рассматривай разные варианты. Обернись вокруг. Дорог очень много, так же, как информации. Выбор за тобой. Каким ты будешь, какой душой ты будешь. Какой опыт ты получишь, тот и принесешь, соединившись здесь со мной. Благодарю. Благодарю вас, Калькута Санда, этот замечательный ответ. Перехожу к девятому вопросу. У меня постоянное волнение в груди. Я так понимаю, душевное волнение. Что мне сделать, чтобы это прекратилось? Душа просится, душа ищет, душа волнуется, время идёт. Какие книги ты читаешь, какую информацию ты поглощаешь, какую пищу ты даёшь душе. Это вопрос твоей душе к тебе. Душа хочет пищи, развития. Душа хочет информации, которая будет по душе, на которую она будет откликаться не волнением, а радостью и счастьем. Дай эту пищу душе. Замечательный ответ. Слушай свою душу и всё будет хорошо. Я перехожу к десятому, последнему вопросу. Только слушай. Пожалуйста. Но и развивайся, учись её слушать. Этот вопрос прозвучал уже сегодня. И как я уже задал вопрос в прошлом, предыдущем вопросе. И я опять спрошу. Какую информацию ты открываешь своей душе каждый день? Какую пищу ты ей даёшь? А стал ли ты сегодня умней чуточку, чем вчера? Как прошёл твой день? Что познала твоя душа? Это простые и маленькие детальки, которые несут знания и понимания твоей душе. И убирают волнение разговор со своей душой. Я здесь, я рядом. Гармония ума и тела, как я уже говорил раньше. И тогда все детали сойдутся в один прекрасный холст. Этот холст даст другие энергии целостности, понимания и уверенности. Здесь нет места волнения. Здесь есть знания и отклик души. Благодарю. Благодарю вас. Мне кажется, вы ответили и на следующий вопрос, который я сейчас задам. Последний, десятый вопрос. С чего начать мне, чтобы жить на земле спокойно? Информация. На земле очень много книг, дающих ответы. Поглощая их, ты сравниваешь. Книги, которые прочитаны вчера, интересны. Но ещё интереснее те, которые не прочитаны. Именно так ты строишь свои знания, открываешь душу. Эта информация есть. Ты не ищешь свою. Ты берёшь уже изданную информацию. И достигнув определённого уровня, души есть что сказать. И душа изливает. Так рождаются книги. Пользуйся ими. И слушай свою душу. Не надо насильно поглощать информацию. Информация, которая интересна, последует одна за другой. Всё, что тебе нужно, это анализировать и идти дальше. Разные книги несут разную информацию. Прочитав большое количество информации, или, как я это сказал выше, излияния душ, ты поймёшь разницу. Ты поймёшь, что вчерашние книги интересны, но завтрашние ещё интересней. Потому что у тебя есть определённая база, на которую можно опираться на излияние чьей-то души. Или информации. Можно называть это по-разному. Уважаемый Калькута Сан, я благодарю вас за эти ответы на вопросы вашей частички души, о своём развитии. И ваши советы, и как вы это всё видите. Это действительно очень глубоко. Но вы нашли именно правильные слова, для того, чтобы объяснить именно эту глубину, которая за всем этим стоит. И также обозначили те пункты, по которым необходимо душе дальше идти, для того, чтобы достигнуть какого-то определённого дальнейшего развития. Я благодарю вас за эту информацию. У нас остался маленький нюанс, вопросов больше нет. У нас есть очень добрая традиция с Верой. К каждому куратору, каждому учителю, каждому высшему я, с которым мы встречаемся, мы всегда делаем один определённый подарок. Верочка, в твоих руках появляется большая корзинка с самыми вкусными, спелыми и сочными ягодами, которые только есть на земле. Один, два, три. Мы спрашиваем разрешение, уважаемого Калькутта-сан, будет ли он так любезен, принять эти скромные подарки в знак благодарности за его ответы, за его советы, просто на добрые воспоминания об этой замечательной встрече. Это действительно великолепный подарок. Благодарим вас. И напоминание моей частицы с планеты Земля. Я благодарю вас за эти шикарные плоды. И я тоже хотел бы сделать подарок. Напомни в своей частичке, что нужно начинать с самого простого, с того, что ты понимаешь. Если ты понимаешь энергии, которые ты применяешь каждый день, если ты понимаешь, куда они идут, энергетические центры или чакры, начни именно с этих понятий, которые ты знаешь. Найди больше информации по тем предметам, которые ты уже знаешь. Не бери что-то сложное и непонятное о душе. Начни шаг за шагом. Тогда у тебя будет определенная база души. Ведь у тебя есть база ума. У тебя есть физическое тело, за которым ты смотришь. Также и душа должна иметь какую-то определенную базу. Расширяй и накапливай ее. Получая знания один за другим, какая-то небольшая информация и детальная будет выходить всегда. Ведь мы не все знаем, а что-то не помним на земле. Поэтому уже данная информация вокруг тебя. Научись ей пользоваться и строить базу души. Дай душе информацию, напитай ее правильными энергиями. Те, что откликнутся ей, и тогда в душе не будет волнения. Начинай постепенно. Изучай, и ты увидишь, как душа захочет поглощать больше и больше и открывать информацию. Когда информации наберется достаточно, твое сознание подключится к развитию души и произойдет гармония, анализ и осмысление. С этого момента ты станешь интересным, но другие будут неинтересны тебе. И вот здесь начинается притяжение. Притяжение правильных энергий к твоим знаниям и гармонии. Благодарю. Я благодарю вас, уважаемый Калькута-сан, за этот подарок, за этот ответ, который вы только что произнесли. Это действительно очень ценная, очень важная информация. Я не знаю, как ее можно неправильно понять. Будем надеяться, что вашей частичке удастся применить этот опыт, который вы сейчас, эти знания, которые вы сейчас указали. И я очень надеюсь, что в дальнейшем в своем развитии Константин поднимется выше и поднимет свое высшее «Я». Именно такая функция его на Земле и получит свой опыт. Еще раз примите искреннюю нашу энергию любви и благодарности за эту встречу, за ваши ответы. Желаем вам все наилучшего и дальнейшего скорейшего роста. Живите по душе, на каком бы объекте вы ни находились. Спокойствие души — это главное состояние. Мы его называем состоянием умиротворения. Именно это гармония, когда тихая радость называется. К ней к этому надо стремиться. Я вас правильно понял? К высшее «Я» я смотрю со своей ступеней и говорю от высшего «Я» спокойствие души, на каком бы объекте вы ни находились, самое качественное проживание этого времени на этом объекте. Вы можете делать разные поступки, но когда высшее «Я» соединяется со своей частицей, с любого объекта, мы наполняемся или грязью, или душевным спокойствием. Именно это я хотел сказать. Это как ручейки энергии наполняет целое высшее «Я», и мы стоим целостными. Будем мы ярче светить, или у нас будет энергия негатива, зависит от частицы. Именно это я вам пожелал. Живите по душе. Благодарю вас за это разъяснение, уважаемый Калькутта-сан. Очень важные слова. До скорых встреч. Желаем вам всего наилучшего. И рассинхронизируйся, Верочка. Готова. И вместе с куратором Рони, бери Константина в свои крылья и со мной возвращаемся в нашу комнату диагностики. Один, два, три. Полетели. Мы на месте. Уважаемый куратор Рони, как вам эта встреча? Для меня это великолепная встреча и прекрасные энергии урана. Благодарю вас. У меня точно такие же ощущения и возникли, как и у вас. Нашу традицию вы знаете. Верочка, большая корзинка с самыми вкусными, спелыми, сочными ягодами, которые есть на земле. Я очень надеюсь, куратору Рони нравятся наши подарки. И просим его принять его в знак благодарности за то, что он сегодня был здесь и помог нам осуществить эту встречу. Передай, пожалуйста, корзинку. Да, это подарок, который я помню великолепно. Благодарю вас еще раз. Благодарю вас еще раз, уважаемый куратор Рони. Я говорю до скорых встреч и желаю вам всего наилучшего. Рассинхронизируйся, Верочка. Готово. Константин, мы закончили встречу с вашим Высшим Я. Вы получили все ответы на свои вопросы. Очень много информации, которую нужно переосмысливать. Очень ценная информация, которая вам дана Высшим Я со своей стороны. Я могу это только подтвердить. Прослушайте несколько раз. Надеюсь, вы найдете правильные ответы. А сейчас мы будем возвращать вас назад в вашу систему Биоробот Душа. Для усвоения энергии и вибраций возвращаем тонкую копию Константина в его систему Биоробот Душа. Заводим, подключаем к каждому органу клеточки и звеленьки головного мозга. Проходит полная синхронизация и гармонизация между физическим Биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отключайся от объекта, поднимайся в комнату диагностики. Пошел подъем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok